Премию в 1999 году, тут вот все вроде как на тему Ельцин-центра, и Фельдовская, и годы ельцинские. Перед фильмом разговор с человеком, которого мне очень бы хотелось объявить как народного артиста России, но это не так. Просто замечательный популярный артист Евгений Сидихин, лауреат государственной премии РСПСР, РФ России именно за фильм Барак. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот мы начали с фрагмента, из фильма «Прорва» Ивана Дахаричного, наверное, это лучший фильм этого режиссера. Мне жалко, что сегодня этот фильм с великолепной Утой Лэмпер, немецкой актрисой, такая Грета Гарба, рубежа веков XX-XXI века, я где-то читал, Женя, что вы как-то не очень эту работу любили и считали, что, может быть, есть что-то у вас более интересное. Хотя это был почти, вы почти вожди век. Нет, я работу эту очень люблю, картина очень мне нравится, это Утой Лэмпер просто божественная актриса. Я счастлив, что с ней оказался в кадре у Вани Беховичного, у оператора Вадима Ивановича Юсова. Да, тоже великий человек. Великий человек. И большой друг был. В вашем общении, да? В моем общении мы долгое время потом еще общались. Ну, Вадим Иванович Юсов, это человек, который с Тарковским снимал Андрея Рублева, Солярис. И самый первый конференец Бутурчуком он снимал Стеек. И, в общем, просто выдающийся великий кинооператор. Ну, у нас есть, прежде всего, возможность услышать вопросы из зала. Это сегодня самое главное. День такого народовластия, можно сказать, народной воли. Поэтому мы ждем ваших вопросов. Евгений, а вы, может быть, скажете тогда несколько слов о том... Вот ваше общение с Уралом, ну, с регионом, с городом. С Уралом в широком смысле. Вы же питерец. Вы же человек, как говорится, столичных кровей. Вот как в вашей жизни возник Урал? Я девушку встретил с Урала. И теперь, когда я встречаю девушек с Урала, я угадываю некоторые схожие черты лица. Мне очень нравятся большие глаза, широко посаженные, легкие скулы. В общем, я шучу, конечно. Нет. Действительно так. Такая девушка была. У нас самая красивая девушка на курсе. Училась. Она родом из Екатеринбурга. И Ира Тычинина. Она по сей день работает в Малом драматическом театре. Мы все мечтали поближе с ней, конечно, познакомиться. Первый контакт. Удалось Игорю Черневичу первому. А он как? Женился на ней? Да, он на ней женился ненадолго. Ну, вообще, день замечательного курса Льва Абрамовича Додина, где учились уже названные Игоря Черневича, еще, наверное, были замечательные люди. Да, были замечательные люди. Здесь в фильме «Барак» играет Леша Девоченко. Ну, великий, уже ушедший от нас, Ксении Девоченко, который... К сожалению. Ну, и я могу всех перечислить. Для меня каждое имя очень важно. Это был у Додина следующий курс после «Братьев и сестер»? Нет. «Братья и сестры» — это курс был с Кацманом. Следующий курс с Кацманом — это был курс «Братьев Карамазов». А это был первый курс Льва Абрамовича Додина, когда он набрал сам, мастером... Без Кацманом? Без... Без... Кого-то... Видите, у меня вопросов-то много, но мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, дорогие мои, наши зрители, пожалуйста. Ну... Много вопросов, может быть, в общем... Да, может быть, это... Нет, ну, вот хорошо. Сидихин — это кино, это знают все. Ну, по крайней мере, это первая ассоциация. А я хотел бы спросить про какую-то театральную жизнь. Ну, помимо «Антреприз», который не всегда, ну, скажем так, высокое искусство, да, на фоне того, что был Кацман, Ваше первое приглашение в театр распределение было, как я понял, в театр геносовета, да? Нет. Лев Абрамович нам так сказал. Либо я беру весь курс к себе в театр малый драматический, а если кто-то не идет, то я начинаю выбирать. Ко мне позвонил Леша Девоченко и сказал «Женя, ты идешь?» Я говорю «Ну, Леша, а ты?» В результате мы не пошли. Мы не пошли и к нам весь костяк творческий, как я считаю, курса не пошел. Мы решили прогрессировать самостоятельно дальше. Я для себя определил, что такой силы мастер, такой силы учитель, он нужен как учитель. Но учить тебя никто не сможет, ты должен идти сам и учиться дальше. Потому что разного рода есть картины. Привлекательные, менее привлекательные. И, в общем, я принял такое решение и в результате, не только я, но в результате кто-то пострадал, кого-то уже Лев Абрамович не взял. Ну, он не обиделся. Кто? Додин. Ну, он пробовал объяснить, что мне будет трудно в других стенах каких-то, что я воспитан, 4 года воспитывался для того, чтобы быть в этих стенах, но я для себя уже решил. Был выбор или было желание? Нет, выбора не было. Я просто пошел через дорогу в театр Ленсовета, обратился к Игоре Петровичу Владимирову. Говорю, я вот хочу попробовать у вас поработать в театре. Он говорит, ну, давай, поработаем. Показал ему отрывок. То есть хотелось какой-то свободы, да? Да. Мы здесь делаем паузу, потому что я вижу, здесь уже есть вопросы. Вот вы в своей картине, которую мы будем сейчас смотреть, играете, такого красавца, бабника, вот, богатыря, можно сказать, да? И любите одновременно двух женщин, насколько я понимаю. Вот расскажите о своем герое в контексте и через призму вот этой любви, которая, ну, в картине, безусловно, есть. Вот как вы его чувствуете? Ну, расскажите, что вы про этого героя знаете, хотите рассказать? Чего не знаем мы. Чего не знаем мы, да. Ну, я все-таки надеюсь, что я что-то знаю, чего не знаете вы. Но дело в том, что я не знаю, что знаете вы. Вот. Действительно. Мне кажется, что мой герой обладал какой-то такой силой, которая не физическая сила. Какая-то, вот там есть сцена, она для меня очень важна и показательна. Я бы пересмотрел картину только ради этой сцены даже. Хотя вчера я послушал финальную песню и обалдел. Я забыл про эту финальную песню, забыл про женщину, которая поет. Это тетя Огородникова Валеры. Да. Вот эта сцена, где случилась истерика с ленинградкой, с девочкой, и где я ее по просьбе Валеры как раз собираю, как бы, такой крест сначала, а потом собираю вахатку и, ну, как бы, прижимаю и защищаю. Мне показалось, что там было какое-то в результате вот этого нашего компанийского поиска. В результате возникла какая-то сила, которая вообще присуща нашему народу. Мужской. Я не шучу. Это действительно сильная вещь, которая редко когда проявляется. Но она есть у нас. Вот. Ну, о фильме много писали, да, в свое время, конечно, было очень резонансно. И там есть еще одна сцена, которая тоже, наверное, стала, ну, как бы, символом этой картины. Это когда ваш герой... Утопил туалет в туалете в этом... Что ты говоришь? В сортире на улице. Пистолет в туалете. Туалет в пистолете. Вот. Вот. И когда всем бараком мы спасали... О, здрасте. Ищу вас, ищу вас. И вот только... Когда мы всем бараком этот пистолет спасали. Представляете, что это такое? Пятьдесят лети год. Черпанный филотер, а не черпанный филотер. Да, да. И потом достали этот пистолет, и начался невероятный дождь, и начался дикий танец счастья. Вот. Всего барака. Единение такое. Я сейчас только что об этом говорил. Меня девушка-журналистка спросила. Вот как вам игралось это? Ведь такое тяжелое время. Пятьдесят третий год. А ведь они тогда были счастливы. Они любили. Они чего-то хотели. Они радовались. Они строили планы. Это была их жизнь, прежде всего. Жизнь наших родителей. Мой отец по возрасту как раз мой сын в этой картине. И когда я вот фразу Витя Петрова, автора сценария, вспоминал, что мы посвящаем это нашим родителям. А он искренне это. Он садкинский сам по рождению. Вот. И я тогда не понимал. Только постепенно, постепенно вот стал, может с возрастом, начал немножко глубже на эти вещи смотреть. И почувствовал, что это действительно о наших родителях. Ну, фильм снимался действительно в садке Челябинской области. Для режиссера это было принципиально, да? А как вы съемки вспоминаете? Ведь не так просто такую экспедицию вывести в такую глубинку. Можно я такую легкую смешную зарисовочку расскажу? Возможно все. А у нас снимался Андрес. И так получилось, что он меня, он нибудь, он меня учил немножко английскому языку. Вот так как он хорошо владел английским, немецким. А он учил русский язык для роли. И я помогал ему с русским. Поправлял некоторые падежи, там окончания. Вот. Но нас очень полюбила садкинская милиция. И как-то всем командным составом они нас пригласили с Андресом в баню. Вот. И естественно там они нам объяснили, что вот урановые родники рядом, что надо пить водку. Мы пили водку. И Андрес беседовал с ними на русском языке. Он очень долго и ответственно отвечал на все их вопросы. А им же интересно, немец живой тут в садке у нас. Вот. Утром похмели, тяжелая голова. Съемок, слава богу, нет. Я спускаюсь, мы жили в Бокал. Ну, город Бокал, реально. В Бокал там был санаторий. Вот эти крашеные однотонные стены. Вольничный какой-то вид. И спускаясь на завтрак, по ступенькам вижу. Андрес сидит и манную кашу размазывает по тарелке в тяжелом состоянии. Я подхожу к нему и так как заведено у нас, я спрашиваю, усаживаюсь. «How are you, Андрес?» Он смотрит на меня с испугом. Испуг нарастает, нарастает в глазах. И говорит, Женя, я забыл английский язык. Вот так мы и жили в садке. По-другому там трудно выжить, я так понимаю. Нас встречали в Челябинске. Милиция садкинская предоставляла машину. И уже по дороге мы останавливались около красивых березок. И начиналось гостеприимство. Работы-то давали эти гостеприимные хозяева? Конечно, конечно, давали. Они вообще к этому относились как к проявлению какого-то чуда. Что у них снимается кино. Видимо, у них еще не было такого. Вот такой звездный состав. Нина Усатова, Леонид Ермольник, Наташа Егорова. Да, да, да. Ну, да. Я думаю, что те, кто сегодня увидит Катюни впервые, будут действительно впечатлены этим фильмом. Потому что, действительно, все очень достоверно, все очень приближено. А вот, к сожалению, наша провинция живет всегда в таких условиях, что за 30-45 ничего не меняется. Поэтому, в общем, я думаю, вам там, художник, постановщик на площадке не очень-то был нужен. Да, он просто... Барак настоящий, за подлинный стоял. И каким-то образом попросили просто людей какими-то помещениями приготовили. Видимо, на время приготовили для них какое-то другое жилье. Я точно не знаю. А вот вы в это же время перешли уже в ВДТ и общались с ней на Усатовой. И сейчас, наверное, с ней... Я всегда рад ее видеть. Мы встречались недавно на съемочной площадке. Она это вашу раму это вспоминает? Ну да, она ее вспоминала. Вы здесь бывали? Да, вспоминала. Конечно. И Огородникова. А вот как вы вспоминаете Валера Огородникова? Ну, у меня сложные чувства. Конечно, я его полюбил, пока мы работали вместе. Он мне стал очень близок, как старший брат. Вот. Но его смерть и те обстоятельства, которые происходили в преддверии его смерти, они, конечно, меня сбили с толку. Я никак не ожидал, что такое может произойти. Да. И что так это быстро, скоропостижно. Более того, перед тем, как умереть, буквально за неделю-полторы он мне звонил, мы разговаривали, и он говорит, вот дай десять тысяч, мне надо закончить картину. Я говорю, Валера, нет, я сам в долгах. Такие обстоятельства случились. Вот я умру, вот ты узнаешь. Он умер. Через полторы недели. Я ничего не узнал, конечно, но для меня это был просто удар какой-то. Ничего же не знал про его диагноз? То есть кто-то знал? Так он сам не знал про этот диагноз. Говоря, это он просто, ну... У меня Валера родился 1 ноября, мой отец родился 4 ноября. Ему отец как выпил на кухне, говорит, я вас всех так люблю, вот вы не знаете, как я вас люблю, вот я умру, вы знаете. Вот это свойство, наверное, последних дней солнца в Скорпионе, вот оно, как себя вести, наверное, да. Ну, действительно, он был одержимый профессией человек, и я учился с ним в одни годы во ВГИКе, я помню, как он, кстати сказать, на фильме делал свой диплом, и они умеют приходить вовремя, и там главный ролик играл Александр Сергеевич Демьяненко, который категорически должен был, как всегда, уйти от Шурика. Этот Шурик все время последовал. Он там действительно сыграл хорошую драматическую роль. Валере поставили тройку, хотя он потом оспаривал это. Я говорю, Валера, я точно помню, что был скандал из-за того, что тебе поставили тройку. Но был действительно великий, великая киностудия «Лимфильм», который всегда подбирал режиссеров, вот с такой яркой, но по формальным каким-то признакам плохой биографии. Вот такой был Сокуров, отчасти там Балабанов, хотя немножко другая история, тоже, кстати, человек из Екатеринбурга и Свердловска. И вот Валера, который родился в Нижнем Тагиле, который хорошо знал Урал и Свердловскую, и Челябинскую область, и снимал артистов отсюда, вот мы вспоминали, в частности, челябинского актера Юрия Цапника. Он снимал первых картинок «Зловщик», например, тоже был довольно известный перестроечный фильм. Но его было довольно сложно, конечно, существовать, потому что Лимфильм был весь в талантах. Конечно, он искал свою какую-то стезю и, может быть, по-настоящему нашел ее, когда снял фильм «Барак», а потом еще один фильм по сценарию Виктора Петрова «Красное небо, черный снег». И, в общем, вот так вот. Даже эта госпремия не защитила его от каких-то сложностей режиссерской карьеры. Мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, вот уже. Добрый вечер, Евгений. Вопрос будет звучать по поводу другой работы. Скажите, пожалуйста, для вас, как для жителя города Санкт-Петербурга, что для вас есть работа в сериале «Бандитский Петербург». Спасибо. В каком смысле? Что значит для жителя Санкт-Петербурга? Я родился в Санкт-Петербурге. Да, я снимался в этой картине, которая, по-моему, как могла отразила время и происходящее в моем городе. Потому что действительно кошмар, что творилось. Но мне больше, как жители Санкт-Петербурга, более импонирует русский транзит даже. Вот он больше такой по характеру своему петербургский сериал. Хотя там драки, карате вроде, но это неважно. В нем его создавал гениальный, на мой взгляд, режиссер Виктор Амурош Титов. И мне безумно повезло, что я с ним в начале моего пути встретился. То есть он, как режиссер, имел такое для вас? Он имел такую смелость пустить картину в такой ритм, что она стала какой-то питерской картиной очень. Она, конечно, была снята на… Меня спросили, просто имею ли я право говорить сейчас? Меня спросили о «Бандитском Петербурге». Да, а я почему-то заговорил. Шикарственная картина «Бандитский Петербург». Просто великолепно. Шикарная работа. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я так не считаю. Вот так бывает, да, что для зрителей значима одна картина, а режиссер Виктор Амурош Титов. Так часто бывает, на самом деле. Вообще в актерской судьбе, кажется, сыгрался как-то, ну так здорово, ну потрясающе. А к тебе подходит и говорит, ты че наделал-то? Сегодня было совсем не то. Сегодня просто был ужас. Ты че там кричал? Все. А бывает, приходишь домой и думаешь, господи, только бы никто эту картину сегодня бы на телевизор не включал и не смотрел. Там же полный ужас. Вдруг звонят друзья, слушай, Женька, какая отличная работа. Такой успех. Такой успех был. Все непредсказуемо. Кстати, про Виктора Титова было все понятно, напомнило большинство зрителей, что это режиссер фильма «Здрасте и ваша тетя». «Чудо с косичками». «Чудо с косичками», где Мазуркевич дебютировал. И самое главное, жизнь Клина Сангина. Один серьезный сериал. Потрясающий сериал. Который может быть сегодня. Который сейчас даже можно смотреть, потому как, какими технологиями… Да, это вот такой Виктор Абрусинович, по-моему, да? Виктор Абрусинович, да. Пожалуйста, еще ваши вопросы.